Весь период я поздравляю вас, что вы поступили в этот жуткий городской Академии. Потому что я помню время, когда я учился, тогда я это назывался Рижский медицинский институт, точнее мы вместе поступали в Рижский медицинский институт, это было самое страшное учебное заведение, точнее, наверное, из-за, потому что количество латыни, анатомии, гистологии, подфизиологии, биохимии и наличия шести или восьми химий, оно до сих пор меня подписает. Я до сих пор не понимаю, зачем это надо, но это уже не важно. Но, тем не менее, мы должны гордиться, что вы смогли попасть в эту Академию, что вы учитесь, что вы переходите с курса на курс. Ну и еще, то, что вы вообще нашли время, чтобы прийти и послушать, какие я вам буду говорить новости. Родился я в Риге, учился, женился и закончил медицинский институт, а после чего проработал почти 10 лет в медицине. Я закончил институт по специализации опушевской гинекологии, работал в пятой больнице МТЛ, сейчас она уже закрыта. Потом работал с Аккорокроста, четвертая больница МТЛ, тоже закрыта. Вообще, что там, где я работаю, все закрывает. Ну, так, естественно, потом по объемам обстоятельств тоже сложилось так, что я закончил свою медицинскую карьеру и начал работать бизнесом. Сказать, что я жалею, например, о тех годах, которые я провел в институте, потом работаю врачом, конечно, нельзя. Потому что в институте ученое образование, оно высшее, и оно дает много понимания, оно дает понимание мира, а медицинское образование – это особое образование. И чтобы сказать, в чем вы понимаете, нужны особые душевные и личностные качества. Здравствуйте, спасибо за прекрасную возможность учиться, я согласен, с вами никогда не поздно. Меня зовут Юрий Салакс, и я из Института истории и медицины. Такой сейчас у нас тоже есть. Там же? Это музей, но сейчас есть даже институт. Когда вы учились, кафедры такой не было. И мой вопрос такой, как у историка. Кого вы вспоминаете из преподавателей таких ярких? Забылись имена, забылись фамилии. Да? Помню лица. Помню предметы. Например, помню прекрасного преподавателя анатомии. Нет, нет. Мужчина. Каминский, да? О, как он нас научил. Как он издевался. Причем издевался очень приятно. С улыбкой, с какими-то шутками. Да? То есть, обижаться было. Я помню, очень такая была интересная женщина про биохимии. Не думаешь? Как так? Как так? Ким. Страутман. Грома, Бандир. Страутман. Страутман. Да, она ее очень. Страутман. Да, очень и не очень. Я не помню, что она там преподавала, но помню, что очень любезно. Что-то очень интересная женщина, она была заведующей кафедрой микробиологии. Это уже у нее страдает. Например, преподаватель по анатомии, он, знаете, как у нас спрашивал, он говорит, он положит вот кофе в карман. Да, кофе в карман. Девочки руки, ему кармазали. Да, девочки руки, ему кармазали. Глубоко. Да, глубоко. Вот они там щупали косточку. А что еще? Помню, анестезиолог Андреев. Андреев там был, красавец, мужик. Я помню, он поехал куда-то, ну, знаете, в то время, как говорили, 70-е годы, мы еще не увидели, наверное, в то время, а он ездил постоянно какие-то форумы, фимпозиумы, и он приносился, и он с собой привозил слайды и демонстрировал слайды про там Швецию, там какие-то машины, какие-то рекламы. Это было такое чудо. Ну и все. Ну и все. И все это стало гордить, и я все это начал очень активно использовать. Меня часто спрашивают, а вам что ему дало, например, то, что вы закончили медицинский институт? Я говорю, конечно, да, потому что специальность врача, если так немножко схематизировать, да, она ведь, в общем-то, это как работа исследователя, как работают бизнесмены, да, в такой степени. Сейчас я вам попытаюсь это объяснить. Итак, мы собираем анамнез, да, что было, как было, да, потом мы, соответственно, производим общее обследование, да, потом инструментальное обследование, ставим диагноз и, соответственно, выносим решение, что же делать и как лечь. Это то же самое, что происходит в бизнесе, когда вы подходите к новому проекту, да, вы сначала исследуете его, так, надо исследовать, надо исследовать. Сначала общее, там, скажем, бюджеты или общее направление того проекта, которым вы будете занимать, потом более глубокое, да, увеличение бюджета, увеличение рынка, маркетинга и так далее. И когда у вас на руках вы имеете достаточный файл со всеми данными о предстоящем проекте, вы принимаете решение – резать или лечить консервативно. А в Латвии, естественно, начался тяжелый приз, и вот мы с Нарой решили создавать фонд, который сейчас достаточно успешно работает, и решили помогать людям. Мы работали два года уже, но, правда, мы до этого тоже много чего делали, но просто в 2010 году, два года назад, надо было очень много делать, и без правильной организованной структуры вот этого фонда было сложно работать. Мы создали фонд, и сейчас мы стараемся делать, что можем. Помочь всем, конечно, невозможно, но вот мы выбираем никаких приоритетных направлений и работаем в этом плане. В частности, приоритетным направлением у нас – это образование, культура, искусство. Вы очень много материальных и материальных механик помогаете людям. Скажите, пожалуйста, что вы получаете взамен? Кайф, не думая. Сразу наблюдаю. Мне это нравится. Нам это нравится. Да, я заработал достаточно много людей, и я думаю, что, наверное, мне все-таки давно это было зачем-то, да? Может быть, зачем-то, что надо денег. А потом мы от этого получаем удовольствие. А, ну вот недавно у такой, может, кто-то читал, философа Силье, французского, он пишет о том, что есть и внутренний гедонизм, так называемый. А внутренний гедонизм характеризуется тем, что люди получают удовольствие или, как я скажу, кайф от того, что они приносят удовольствие другим людям. Ну вот мы от этого получаем удовольствие. Вот истинно, вот правда, без рисований, ну что, если бы не получали, мы бы и не делали ничего, правда? Ну что, власть мне не нужна, я считаю, это как-то не мое совсем. Бизнес мне тоже тут не нужен, да? На мой взгляд, мы живем в некую эпоху Ренессанса. Ренессанс вы знаете, что такое, да? А? Проходение. Дети, вы знаете, что такое Ренессанс? Ну, окей, я надеюсь. Эпоха возрождения, да, которая началась, в частности, в конце XIV века, в Италии, Велико Джотто, и потом все, может, и остальные, да? Микеланджело, Донателло и так далее. Вот я считаю, что сейчас именно в то время не только в Латвии, я считаю, во многих бывших странах Советского Союза, когда люди не получали в школе никаких знаний, необходимых для интеллигентов, обладающих людей, конечно, все очень к этому тянутся, да. Почему мы придумали такое большое значение? Дело в том, что, как вы понимаете, не все вы останетесь с работой в Лиге, да? Или все рассчитывают, а остаться в Лиге. Навряд ли, да? Вот. И вы поедете в районы, в регионы Латвии. И то, что было раньше, то, что врач был, по-русу слову, такой светоч, ну, скажем, свечка такая, да? А? Да. Свеча, которую я видел, вот там, в сельском районе, в каком-то поселке, в небольшой больнице. Врач представлял собой высоко культурного, образованного, интеллигентного, очень социально активного человека. К сожалению, в советское время это было утеряно все, так ли себе это представлять. И поэтому вы должны быть выше всех светлее, всех умнее, всех грамотнее всех. И должны нести свет вот туда, не только вы. Это сейчас самое большое увлечение у меня все-таки кино. А для этого самое большое увлечение у меня было, конечно, это путешествие. И я очень много ездил, я практически летал чуть ли не каждую неделю, да? У меня как-то был месяц, где я за месяц сделал двадцать шесть полетов, да? Такое тоже бывало. Я много путешествовал, много видел, много где бывал. На северном полюсе, на южном полюсе, на всех, на берегах бывал. У папуасов только что был, у каннибалов, у недоведов, у хэдхантеров. И еще это было. А, я был на Титанике, кстати, тоже спускался. Так что путешествие – это такое мое любимое занятие. Так что, может, еще и сокровища поеду искать. В космос я пообещал, что я не полечу. Я поклялся. За это мне же касалось, что делай, что хочешь, только в космос не лети. Ну, вы понимаете, да? Все, что я хочу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok